приветик мои дорогие ну что время пришло к новому видео и сегодня мы с вами будем смотреть видео про солнечное затмение почему потому что в сша сейчас не говорят ни о чем все проблемы у нас ушли в сторону уже не переживают ни за трампа не за выборы не за байдена не за украину ни о чем сейчас не говорят буквально все разговаривают про солнечное затмение а почему это происходит значит потому что это будет одно из самых крупных солнечных затмений она у нас будет ребятки 8 апреля вот 24 года соответственно и а это будет очень крупное солнечное затмение которое будет проходить через всю америку буквально вот от мексиканского залива и заканчивая границы с канадой а вот и все было бы ничего но как-то загадочно повели себя власти сша потому что они с того не сего неожиданно они начали предлагать нам вот как он будет идти вот смотрите вот эта дорожка я потом это видео включу мы посмотрим а вот и мне еще будет серия видео на эту тему я заранее предупреждаю первое вам расскажу просто про общую картину как бы затмение как она будет идти почему-то такое большое как бы событие почему вдруг вся америка ничем больше не занята кроме как подготовка к этому затмению а вот а потом значит я вам второе видео будет конспирологическая такое немножечко а третье видео значит если правительство под этот под шумок этого эклипса твои затмение собирается что-нибудь предпринять потому что как я уже упомянула ранее правительство сша как-то себя странно повело они объявили что в некоторые штаты по которым пройдет полностью затмение то есть это будет полное затмение в этот раз не частично именно полное и будет полная темнота так называемая full darkness именно вот в этом районе то есть вот от техаса и заканчивая соответственно канадой вот полная темнота там будут какие-то другие районы которые будут видно частично но вот далась в частности входит в эту полосу и мои все родственники далась и будут это все дело наблюдать но я попросила их снять так что нас ребята будет готовое видео с места событий потому что далась прямо вот в полную полоску полной темноты входит вот и вот здесь вот оклахома вот в этом месте где у нас индейские презервации вот здесь висит у меня дача находится в горах прямо вот в этом вот кусочки вот написано оклахома вот и вот это вот граница с техасом вот техаса arkansas и оклахома вот в этом месте у нас так называемые кимичи маунтенс это кимичи это название гор и там проживают индейцы чоктау они занимаются казино у них там всякие игровые резорты есть и так далее вот именно в оклахоме вот здесь и здесь очень красивая природа можете посмотреть мои старые видео там я показываю как дача моя выглядит какие там красивые горы леса и так далее вот в этом месте будет тоже территория полной темноты и у нас дачу нашу арендовали заранее чуть ли не за год то есть люди еще в августе или даже в июле арендовали дачу на вот эти четыре дня с 6 апреля по 8 апреля вот тут вот у нас в дачке в наших горах в горах будет очень хорошо видно потому что нет фонарей нет никакого искусственного света очень хорошо видно ночное небо то есть она прямо очень черная темно там зона прям такая вот чистого неба можно сказать поэтому все не только наша дача все там кто сдает в аренду свои там лесные вот эти вот кабинки да в горах или дачи или коттеджи все забито за год вперед и сейчас если у вас есть дачка небольшая две-три спальни сейчас можно за 1000 долларов в сутки сдать когда нормально она была например там 200 250 долларов в сутки то есть сейчас если у вас есть свободная комната можно за лишние деньги сдать в этого аренда вот но дело не в этом а дело в том что вот это правительство вот этих штатов и администрация байдена объявила что они туда отправляют воен то есть некоторые штаты где будет зона полной темноты отправляются военные национальная гвардия насколько я понимаю и сообщили уже заранее о том что запасаетесь едой на неделю а то и на две включая воды включая воду и также сообщили что возможно будет отключение электроэнергии убедитесь что у вас есть запасные батареи чтобы заряжать телефоны и также отменяют школу во всех вот этих районах так что ребята такого переполоха не было раньше у нас было раньше затмение в 2017 году я была в далласе я бы наблюдала она была полная затмение тоже но проходила она не вот так вот из техаса на север ушло с восточного побережья с флориды вот так шло ну вот так поперек на западную западное побережье на калифорнию и затмение того года 2017 и это но вот тут вот в этом месте в центре образует как бы перекрещение получается такая как бы буква x с немножечко изогнутой одной ножкой и все говорят о точно как символ у этого твиттера нынче x да то есть твиттер же переименовал илон маска в x и такой как бы получается ножка одна ровная а вторая ножка такая изогнутая но и там какой-то другой символ в виде а образуется который похож на какой-то талмудский еврейский символ общем и вот тут вот по ходу значит движения до по ходу движения этого затмения ребята тут куча каких-то библейских городов еще будет попадаться по пути то есть даже по моему 7 или 8 городов которые носят название из библейских времен очень все подозрительно и но говорю я была 2017 далась и когда у нас было это затмение но было затмение вышли посмотрели четыре там минуты это все дело длилось по моему даже она не была полная но было частично то есть но никогда не было прям настолько темно что прям вообще прям глаз выкали так немножко потемлило похолодало птички там попищали четыре минуты все вернулось обратно но никакого не было шума знаете не в прессе особо это нет ничего никак не не освещалась никакие школы не отменялись никакие к нам военные не приходили еду нас не заставляли брать ничего такого не было а вы с этим затмением какая-то другая вообще какая-то ситуация вообще не такая в общем извините что длинное предисловие мы значит сначала с вами посмотрим об этом самом событии а потом перейдем на конспирологию а потом будет два видео с илон маска и с алексом джонсом я записала это видео на твиттере там есть у них так называемый twitter x town hall или x space где они могут знаете как как телеграме есть такие живые чаты где можно беседовать то есть там просто люди вот разговаривают слышно голос о чем они говорят но не видите вы видео человека и в общем алекс джонс завел там целый большой записал большое видео оно на два часа очень много было знаменитостей приглашено включая илон маска где они обсуждали почему такое большое дело почему правительство сша такое как бы важность придает этому затмению которое никогда другие другим затмениями давали что они пытаются под это дело протащить может быть какие-то они пытаются законы поменять может какие-то там чрезвычайное положение вели вели на самом деле вот водится вот во время этого затмения будет чрезвычайное положение в ряде штатов введено в общем все очень подозрительное там они об этом разговаривают я это дело все записала быстренько перевел перевожу это сейчас на английские на русский язык с английского видео говорю на два часа я разделю на две части на первую часть и на вторую там где лун маск больше говорит вообще как бы просит эту ситуацию но там и политическая конспирологическая часть если вам интересно посмотрите я думаю что будет интересно вот как такового говорю видео там нет там больше как греца просто слова но по голосу вы узнаете и лун маска вы узнаете очень быстро и алексы жонса вы узнаете но там информация очень такая прямо знаете политическое конспирологические религиозного такого направления очень интересно вот заранее вам делаю рекламу так что подписывайтесь, поставьте колокольчик, как только выйдет новое видео после вот этого, мы обязательно, я выставлю вот этот вот с твиттера. Так, ну все, сейчас расскажу, вот в этом видео мы посмотрим немножечко про само это событие, а потом перейдем с вами редатки на конспирологическое видео, что бы это значило, почему такой переполох. Начинаем смотреть. 8 апреля 2024 года в североамериканском небе произойдет памятное астрономическое событие, которое обещает очаровать миллионы зрителей. Великое американское затмение. Полное солнечное затмение, явление при котором Луна проходит между Землей и Солнцем, полностью закрывая последнее, на несколько незабываемых минут превратит день в ночь. Это затмение будет особенно особенным из-за того, что Луна находится очень близко к Земле, что сделает ее видимый диаметр больше обычного, и позволит достичь продолжительной тотальности до 4 минут и 28 секунд в таких местах, как Насус и Торион в Мексике. Путь затмения пройдет через Северную Америку, затронув Мексику, Соединенные Штаты и Канаду, предлагая редкую возможность для прямого наблюдения этого небесного зрелища. По оценкам около 32 миллионов человек живут в зоне тотальности, и все они могут насладиться этим шоу, просто открыв окна своих домов. Но к ним присоединятся по меньшей мере 70 миллионов мексиканских, американских и канадских туристов. Все эти люди отправятся в путешествие, чтобы добраться до ближайшего или наиболее желанного места, откуда они смогут наблюдать это невероятное явление. В дополнение к прямому наблюдению в зонах тотальности, затмение будет частично видно в различных других регионах мира, предлагая увлекательное зрелище даже тем, кто находится далеко от узкой зоны тотальности. Это экстраординарное видео, подготовленное для вас каналом безумного любопытства, предоставит всю необходимую информацию, чтобы вы могли насладиться этим невероятным космическим чудом. Всего семь лет назад, 17 августа 2020 года, тень полного затмения пересекла Соединенные Штаты от Тихого океана до Атлантического. Но каким бы захватывающим оно ни было, затмение 2024 года будет каким-то образом еще лучше. Полное затмение продлится в среднем почти на две минуты дольше. А это означает, что на большей части пути тени Луны. Наблюдатели будут свидетелями грандиозного явления появления солнечной короны более чем на четыре минуты. Более того, на этот раз тень пройдет через гораздо более густонаселенные районы Северной Америки, чем те, которые были затронуты затмением 2017 года. В этот раз уже упоминалось, что в пределах изгиба, который тень Луны пересечет с юго-запада на северо-восток, проживают 32 миллиона человек. И она коснется таких городов, как Даллас, Литл-Рок, Индианополис, Кливланд и Буффало, а также Сан-Антонио, Остин, Цинценати и канадский город Монреаль прямо в конце. Так как еще многие миллионы людей живут в пределах нескольких часов езды, апрельское событие может стать одним из самых наблюдаемых небесных явлений в истории. Но подождите минутку. Прежде чем углубиться в описание этого эпического события, было бы разумно ознакомиться с некоторыми базовыми астрономическими знаниями. Ровно столько, чтобы понять значение того, что вот-вот должно произойти. Подождите секундочку, ребята, прежде чем мы продолжим. Обязательно присоединяйтесь в тени с Солнцем и одновременно затмений в 3,4 километрах. Это означает, что тень Луны может достичь Земли только тогда, когда наш спутник находится вблизи перигея. В противном случае тень Луны, будучи слишком короткой, приведет только к кольцевому затмению. После того, как это станет ясно, будет легко понять, что участок теневого конуса, предназначенный для того, чтобы коснуться поверхности Земли, будет больше, чем меньшее расстояние между Землей и Луной, и чем больше расстояние между Луной и Солнцем в этот момент. В случае солнечного затмения 8 апреля, оно произойдет всего через один день после того, как Луна достигнет перигея. Так что видимый диаметр нашего спутника будет на 5,5% больше среднего. Даже при самом благоприятном сочетании обстоятельств, участок теневого конуса на Земле никогда не превышает 267 км в диаметре. В среднем составляя 120 км, в то время как полутень, определяющая регионы, где солнечный диск будет частично затемнен, простирается в среднем на 6,4 км. Ширина тени также напрямую связана с продолжительностью полной фазы затмения, которая редко превышает 7 минут. Кроме того, из-за совместного движения Земли и Луны, тень движется по земной поверхности очень быстро. Перемещаясь с запада на восток со скоростью, которая может превышать 200 км в час. В результате так называемый путь полной фазы затмения выглядит как тонкие темные линии, иногда протяженностью более 15 км. Место, где наблюдается наибольшая продолжительность полной фазы затмения, называется точкой наибольшего затмения. Во время солнечного затмения 8 апреля этой привилегией будет обладать НАСА в Мексике. Здесь полное затмение продлится 4 минуты и 28 секунд. Кроме того, НАСА также имеет самую высокую статистическую вероятность ясного неба по сравнению с другими местами вдоль пути полной фазы затмения. Средняя частота полного солнечного затмения для данной точки на Земле составляет 375 лет. С поверхности всей Земли в течение одного года можно наблюдать от двух до пяти солнечных затмений любого типа. Однако статистика говорит нам, что в 72% случаев происходит только два затмения в год. Максимальная продолжительность полного затмения может достигать в очень редких случаях 7,5 минут. Как это произойдет 16 июля 2186 года, но обычно она не превышает 2-3 минут. Среди всех полных затмений, которые произошли или произойдут с нулевого года по 2040 год, только 33 из них длятся более 7 минут. Однако если мы также рассмотрим частичные фазы, продолжительность солнечного затмения может превысить 4 часа. Рекорд составляет 4 часа 44 минуты, зафиксированные во время кольцевого затмения 14 минут. Так вот, мы не будем сильно управляться, этот смысл в том, что в 2017 году увидели уже несколько раз, он показал, она двигалась с западного побережья, с Калифорнией, с Калифорнией, с Калифорнией, с Калифорнией, с Калифорнией, да, вот эта полоска была. А сейчас идет другая полоска, вот это они показывают здесь, что она идет в... Мексики. Затем оно войдет в Соединенные Штаты и Техас, и пересечет Оклахому, Арканзас, Миссури, Иллинойс, Кентукки, Индиану, Огайо, Пенсильванию, Нью-Йорк, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн. Даже небольшие районы Теннесси и Мичигана испытают это полное солнечное затмение. Затем затмение переместится в Канаду, в Южный Онтарио и продолжится через Квебек, Нью-Брансуик, остров Принца Эдуарда и Кейп-Бретон. В Соединенных Штатах полное затмение начнется в Техасе в 13 часов 27 минут по Центральному Летнему Времени и закончится в Мэне в 15 часов 35 минут по Восточному Летнему Времени 8 апреля. Вот несколько советов о лучших местах, которые стоит посетить, если вы не живете на пути полного затмения. Хорошо. Шепот не забываем. Местом для наблюдения затмения, причем как Тексакон, ограничащая снегом. Ниагарский водопад естественно станет излюбленным местом для многих и живописным зрелищем для фотографов-пейзажистов, наблюдающих за затмением. Другие города на пути затмения включают Буффало, Рочестер, Сиракузы, Берлингтон и Прескайпл. С другой стороны Нью-Йорк... Ну, это все понятно. Значит, это мы и рассказали. Вот, еще они хотят сказать... ...неопределенными по мере продвижения Канаде. В Соединенных Штатах... Возможно, будет проблема с погодой. Это как раз апрель. В апреле везде идут всякого разного плана торнадо, дожди, ураганы. И вот буквально с середины обычно марта до практически конца мая, особенно в Техасе, ну, просто какие-то безумные ливни, шквалы, грады и так далее. Вот недавно у нас на днях там в Техасе просто побило солнечные панели очень сильно градом. Я вот сейчас покажу вам, какого состояния может быть погода. Поэтому они говорят, что тут еще вопрос, как погода будет, посмотрите ли вы это затмение или нет. Народ за бешеные деньги понарендовал вот эти вот разного плана апартаменты, квартиры и так далее в этой полосе. Вот отдалась Аклахома и так далее. Но смогут ли они увидеть еще вопрос? Условно является Техас, расположенный как можно ближе к мексиканской границе. Центральный Техас по-прежнему довольно хорош. С вероятностью ясного неба около 50% в это время года. Так что перспективы постепенно ухудшаются по мере продвижения на северо-восток. Эти места в частности кажутся наиболее многообещающими. Изменится поведение животных. Эти изменения добавляют еще один уровень очарования и без того невероятному природному зрелищу, привлекая интерес не только астрономов и энтузиастов ночного неба, но и любителей природы и просто любопытных душ. И еще одно. Это затмение продлится более 4 минут, что много для такого рода явлений. Но когда вы находитесь в поле, вы понимаете, что секунды проносятся сквозь ваши пальцы как песчинки. Так что не тратьте время впустую, особенно если это ваше первое затмение, споря со своей камерой или другим оборудованием. «Безопасно взгляни на небо и взаимодействуй со Вселенной». «Да, все это очень много обмена опытом, который глубоко затрагивает чувство удивления и любопытства, присущее каждому из нас. Это возможность соединиться с природой и мировым сообществом в праздновании науки и красоты Вселенной, которая нас окружает». «Да, все это прекрасно, но что не прекрасно, это то, что, ребята, в Техасе проходит град. Был буквально 11 дней назад очень сильный град, который побил солнечные батареи. И те, которые будут наблюдать это солнечное затмение, не факт, что они не попадут под такой град. Вот посмотрите, что творится». Панели в районе Недвиля, который находится примерно в часе езды к юго-западу от Хьюстона, были полностью разрушены градом на прошлой неделе. Мы следим за этим для вас в качестве нашего специалиста по погоде на побережье Мексиканского залива. А теперь жители обеспокоены возможным химическим загрязнением. Лиз-26-ки Рэнди Уоллес присоединяется к нам сейчас в прямом эфире с дополнительной информацией. «Да, Антони. Сейчас здесь, в этом районе Недвиля, есть несколько солнечных ферм, занимающих более 10 акров. Некоторые из них уже запущены, в то время как другие... Солнечные панели были установлены. Торм, какого мы никогда раньше не видели? Солнечная ферма площадью 4 акра вокруг дома Ника в Недвилле сильно пострадала. Что ты подумал, когда впервые увидел это? Я был потрясен. Ты беспокоился об экологическом воздействии этого еще до того, как оно появилось здесь? Это верно. Я был обеспокоен этим. Ник показал нам электронные письма, которые он отправлял до того, как были построены солнечные фермы. Он попросил окружных комиссаров Форт Бенда, Совет по экономическому развитию Форт Бенда и владельца солнечной фермы Файтинг-Джей провести исследование воздействия на окружающую среду. Мы запросили те же исследования и к нам отнеслись так же. Мы ничего от них не получили. Меня беспокоит ущерб, нанесенный холму, из-за которого эти панели были разбиты в дребезги. И теперь у нас есть несколько высокотоксичных химикатов, которые потенциально могут просочиться в наши водоносные горизонты. В этом веществе содержится множество химических веществ, и большинство из них являются канцерогенными. Понятно? Алло, мы попросили поговорить с... Моя... Семья. У меня двое детей и жена. У моих соседей есть дети. И многие другие жители этого района, которые пользуются водой из колодцев, обеспокоены тем, что химикаты теперь просачиваются в наши водоносные горизонты. У нас есть домашний скот, который должен пить эту воду. И нам приходится купаться, пить. Но ты знаешь делать все эти хорошие вещи. Так что это большая проблема. Вы мне спросите, зачем Техасу солнечные батареи, когда у Техаса есть Мексиканский залив, в котором качается нефть и газ. Более того, в самом Техасе, в земле буквально есть резервуары с нефтью. И если вы едете по техасским прериям, так называемым полям, лесам и лугам, вы видите у многих на ранчо стоят вот эти вот качалки. То есть качалки, которые качают, выкачивают нефть. То есть стоит вот такая хрень, которая качают. И очень много людей, очень стали богатыми в Техасе, потому что на их ранчо, например, нашли залежи, запасы нефти. И они там довольно мелко находятся, их легко выкачивать. Вот. Соответственно, вместе с нефтью выходит и газ, который можно топить, отапливать, использовать для всего. Зачем тогда, скажите мне, вот эти солнечные батареи? Затем, что наши правительства, банки сошли с ума, и они хотят, чтобы люди брали кредиты в банках, и именно подсолнечные эти панели, и только им дают кредиты. А подстроительство любых других предприятий с газовыми... В специальных сетях появилось видео, в котором... С газовыми и с нефтяными отопительными аппаратами, аппаратурой не дают кредиты. Вот, построите солнечные батареи, либо построите, соответственно, вот эти вот ветряные, вот эти мельницы, которые у нас замерзли два года назад, или даже три года уже назад было. Было обледенение, эти все мельницы, лопасти их замерзли, они отвалились, завалились, Техас весь замерз, потому что сейчас в Техасе 30% энергетики состоит из этой зеленой энергии. И если город, например, соглашается, или поселок соглашается, чтобы возле них строили вот эти, ну, выделили часть земель под вот эти вот поля, батареи, батареи вот этих вот солнечных, да, панелей, им дают денег там на школы, на всякие медицинские предприятия, так далее, так далее. Если они говорят, нет, мы не выделим землю, нам не нужны поля эти батареи, мы хотим топить газом и нефтью, то ничего вам не будет, а будет вам все плохо. Вот, никаких вы кредитов не получите, банк вам ни на что не даст, ни на развеке, ни на строительство, ни на что, только дают тем, то есть, понимаете, это все проталкивается через ООН, потом это все идет на правительство стран, которые подписали вот эти все зеленые, значит, соглашения. Правительство стран говорит своим банкам, что будете давать бабки только тем, кто согласится строить поля вот этих батарей. Вот. А эти банки говорят городским властям, что если вы хотите новую школу или госпиталь, вам нужен кредит, мы вам дадим только, если вы выделите землю под поля. Вот настроили. Скажите, в Техасе сколько я живу, столько там град. Так, 25 лет я жила, 25 лет там идет град. Самые богатые у нас маленькие бизнесы, это вот эти вот компании, которые крыши перекрывают. То есть, как только весна, у них работа на год вперед. То есть, идет либо торнадо какой-нибудь, либо, значит, идут вот эти вот град с дождем, шторм, с дождем, с градом. Бьют крыши, потому что крыши у нас, даже у миллионеров, они не могут себе позволить металлочерепицу, про это никто даже не знает, что существует металлочерепица какая-то. Ее покрывают, соответственно, шинглз, это такие асфальтовые кусочки, асфальтовые, они пробиваются. И я хочу сказать, что погода меняется, климат меняется. Чем дольше я жила в Техасе, тем суровее становилась погода. И сейчас град такой, что он размером может быть, вот был раньше просто маленький, там с размером, размер моего пальца, потом он увеличился, увеличился, сейчас он уже размер с теннисного мяча. Понимаете, вот такого размера уже град. И строить солнечные батареи, это просто полное безумие. Это только делается, наверное, для того, чтобы отравить землю, на которой они стоят. Как он говорит, что химические вещества, если вы разобьете эту батарею, там, соответственно, находится литиум, и этот литиум может попасть в землю, из земли он попадет в подземные воды, и люди, которые живут рядом, они будут пить эту воду, и что все, рак, бесплодие и так далее, то есть они пойдут в фармацевтические компании лечиться, которые приносят деньги этим же банкам. В общем, тут все это под корпорациями, ребята. Про демократию пусть мне сказки не рассказывают. Там просто идет борьба с населением. Они буквально это население делают все, что могут, чтобы его извести на корню. Это бедное население, особенно в сельской местности. Ну вот еще немножечко про эти батареи, и вернемся к затмению. Это повредил тысячи солнечных панелей на ферме в округе Бразория. Один из зрителей задается вопросом, является ли это видео реальным. Команда проверки КХАУ-11 выясняет это. Тысячи людей комментируют видео, на котором показано множество поврежденных солнечных панелей. Сообщение, опубликованное на сайте ИКС, утверждается, что это произошло в результате шторма с градом в Деймоне, штат Техас, 24 марта этого года. Команда проверки КСЮ-11 обратилась непосредственно к нашим источникам, чтобы выяснить, соответствует ли действительности это видео, которое было просмотрено более 4 миллионов раз. В нашей источнике человек, опубликовавший сообщение на ИКС, Кори Томпсон из Национальной метеорологической службы, и Райан Эшкрафт из Эшкрафта Эвейшн. Мы перепроверили сообщение о граде 24 марта. Сразу же это вызвало тревогу, поскольку отчеты Национальной метеорологической службы о повреждениях не содержат. Покажите, выпал ли в тот день град в Деймоне, штат Техас, или в районе Хьюстона. Вам придется вернуться немного назад, когда 15 марта в районе Хьюстона испортилась погода. Из-за падения с неба куска льда такого размера, люди получили серьезные травмы в результате града. Шторм вызвал град, который распространился от западного Техаса через холмистую местность вплоть до нашего района. 11 телезрителей в Недвилле показали нам, насколько сильным стал град. НУС сообщает, что самый крупный из них был размером с бейсбольный мяч и достигал 2,5 дюймов. Всего в 11 милях огня. Представляете, бейсбольный мяч. Конечно, он побьет эти панели солнечные. Это же стекло, как ни говори. Ну, не стекло, там какой-то полимер, наверное. Ну, представляете, такой мяч с огромной скоростью бахается с неба. Это просто полная глупость. Вообще, строить эти панели в области, в эрии, по-русски сказать, в местности, где постоянно проходит град. И я вам говорю, интенсивность града растет. Вот. Раньше вот такого вот бейсбольного мяча, размера я никогда в жизни не видела, даже не слышала. Но последние годы это становится все более и более, как бы, нормальной. То есть, крыши бьет вообще нафиг. Окна выбивают у машин, стекла начисто выбивают. Иград будет усиливаться и дальше. То есть, погода будет ухудшаться, пока у нас какое-нибудь обнуление не произойдет. Я чувствую, что будет какой-то погодный катаклизм такой всеобщий. Все это взорвется нафиг, вы знаете, с какой-нибудь большой катастрофой всеобщей. А потом только все это успокоится. Ну, будет нарастать, ну, по нарастающей-то все будет идти. И вилла находится Дэймон, где, как утверждается, было снято видео. И отчет НУС подтверждает, что выпал град размером с шарик для пинг-понга. Так откуда же команда проверки High Eleven знает, что это видео настоящее? О, боже мой! Мы в следе пилота, который стрелял в него. Райан Эшкрафт из Эшкрафта Эвэйшн в Бэй-Сити поделился с нами видеозаписью своей реакции, когда он впервые увидел повреждение, оставленное градом. Мы можем подтвердить, что это видео настоящее. Это также было снято через неделю после шторма. С вашего разрешения. Я Адам Беннетт. Один из других вопросов... Понятно, да? В общем, вы поняли. То есть, это вообще глупость. Это все банки проталкивают. Это вообще людям это не нужно совершенно и близко. Вот эти вот... Сейчас я вам покажу. Вот тут люди поделали шорты. Посмотрите, какого размера этот град, вот когда он падал, как он... Парканадас. Горько. Парканадас. Горько. Ох. В общем, вы поняли. Вот смотрите, они показывают. У них на крыше. Это, ребята, у людей на крыше стоят солнечные панели. И вот на крыше у людей, присмотритесь, вот такие огромные дыры они получили. Такое странное видео, оно всего на 8 минут. Если вы любитель конспирологии, оставайтесь с нами. Если нет, то как бы выключайте. Но на этом видео я сделаю конец. А уже следующее видео выйдет после этого. Это будет интервью с Твиттера Алекса Джонса и Илона Маска. По поводу, почему правительство США создало такое, как бы, ну, большое, большое такое, как бы, внимание дало вот этому событию 8 апреля. Почему они посылают национальную гвардию, чтобы это все значило. Там большая дискуссия. Поэтому, если вы любитель таких, как бы, людей, как Алекс Джонс, это супер большой конспиролог, вот, и Илон Маска, который, ну, вы тоже знаете, что человек, который знает все, я думаю, что он такой посвященный в определенных кругах, то вам тоже будет это интересно. Здесь будут какие-то не очень интересные моменты, я их перескучу, вот, но, по большей части, это интересный канал конспирологический. Я обычно его смотрю, мне он нравится. Сейчас посмотрим. 8 апреля. Несколько штатов объявили чрезвычайное положение в превентивном порядке из-за чрезмерной осторожности. Тем временем, Маса объявила, что планирует запустить три ракеты на высоте 260 миль над Землей во время затмения. И ЦЕРН или Европейская Организация Ядерных Исследований решили, что самое подходящее время запустить самый большой и мощный в мире ускоритель элементарных частиц 8 апреля. Почему именно 8 апреля 8 неужели ЦЕРН занимается этим? Ну, они говорят, что это делается для поиска невидимых частиц, которые тайно питают нашу Вселенную. Перестань, ладно? Вот и все. Сегодня мы поговорим обо всех безумных вещах, происходящих 8 апреля. Мы собираемся углубиться в значение затмений в духовном и оккультном мирах, восходящие к древним цивилизациям. Мы также поговорим о важных исторических событиях, совпадающих с солнечными затмениями. Так что давай начнем. В оккультном мире эзотерики, в некоторых школах герметизма, затмения представляют собой мощные перемещения небесных тел, действующие как порталы в духовные миры. И благодаря способности использовать эту энергию на такой короткий промежуток времени, когда наш мир погружен в тень, затмения рассматриваются как возможность для кармического очищения. Манифестации и церемониальные действия совершаются как на индивидуальном уровне, так и в массовом сообществе или как заговор. Ты знаешь, заговор для выражения любых намерений. Если бы мне можно было угадать, английский оккультист Алистер Кроули и его последователи проводили бы во время затмения какую-нибудь сексуально-магическую церемонию, какую-нибудь диковинную штуку. И они ни за что на свете не пропустили бы это событие. Так уж случилось, что Алистер Кроули начал писать книгу Закона 8 апреля, которую, как он утверждал, я якобы продиктовала ему. Голос, с которым он столкнулся во время своего медового месяца в Каире, Египет. Он отправился на выставку 666 в Каирский музей, чтобы написать свою книгу по философии оккультной магии, которая в конечном итоге возродила утраченные традиции магии на Западе, особенно среди высшего эшелона общества. На заметку представьте, что у вас медовый месяц, и ваш новоиспеченный муж решает уединиться, чтобы вызвать египетского бога-демона и достать пишущую машинку. Поговорите о том, что вам нужна Маргарита. Это здорово. В любом случае общая идея заключается в том, что затмения связаны с переходным периодом, перерождением и течением времени или началом эры. С точки зрения астрологии, затмения рассматриваются как периоды перехода и прозрения. Они демонстрируют взаимосвязь Вселенной, ее цикличность и ритм. В верованиях коренных американцев, которые сильно варьируются от одного племени к другому, затмения часто рассматривались как времена хаоса и беспорядков, когда нормальный порядок в мире внезапно нарушался. Я уверена, что во время этих затмений они наблюдали нарушение суточного ритма природы, особенно у ночных животных, которые выходили на улицу во время затмения. И у птиц, которые ложились спать, и тому подобное. Как и в китайской культуре, некоторые верования коренных американцев связаны с солнечным затмением, когда птицы или драконы с небес поедают солнце или луну, символизируя бесконечную битву между светом и тьмой. Любопытно, что между культурами и временами прослеживается некая преемственность. Эти церемонии проводятся во время затмений, чтобы обеспечить положительный исход, возвращение к естественному порядку вещей и чтобы свет победил тьму. Конечно же, в Новом Завете описывается темнота во время распятия Иисуса, которое, по мнению некоторых историков, было солнечным затмением. Несколько важных событий на протяжении всей истории происходили одновременно с этими затмениями, например, смерть Юрия Цезаря, или подписание Версальского мирного договора в 1919 году, или затмение в Северной Америке в 1865 году. Вскоре после окончания Гражданской войны в Америке, Луна отбрасывает тень на Землю во время солнечного затмения, в то время как во время лунного затмения Луна находится в тени, когда Земля находится между Солнцем и Луной. 8 апреля 2024 года произойдет полное солнечное затмение, которое можно будет увидеть по всей Северной Америке. На пути полного затмения, простирающемся на 115 миль от Мексики до Техаса и Мэна, мы увидим, как Солнце исчезнет на 4 минуты и 28 секунд, что сделает это затмение одним из самых продолжительных в 21 веке. Но причина, по которой я захотела снять это видео, заключается в том, что никогда в своей жизни я не видела столько предупреждений о новостях. А основные СМИ боятся распространения информации о солнечном затмении. Я точно не помню, чтобы это было связано с затмением 2017 года. А ты? Жители по всей линии тотальности призывают запастись продуктами на одну или две недели в пи... Да, ребята, это то, о чем я говорила. То есть в 2017 году у нас тоже было затмение, я его тоже наблюдала, и никаких не было вообще паник, ничего такого близко не было. Ну шоу, разговор там, какое-то время было затмение, выйдите, посмотрите. Я вышла, посмотрела, оно было очень короткое, и все. Никто специально там не резервировал места, чтобы поехать посмотреть это затмение. Не было там никакого большого там события. Школы не отменяли, еду не просили закупать, я не знаю, это совершенно, ну как бы земля и небо, что происходит в этом году, какая-то истерика по сравнению, что было до этого. Школы отменяются предположительно из-за наплыва туристов, желающих увидеть полное солнечное затмение. Там будет много машин, но тюрьмы Нью-Йорка также будут закрыты, а в нескольких штатах объявлено чрезвычайное положение. Чрезвычайные ситуации в штатах обычно применяются в случае стихийных бедствий, когда правительству могут быть предоставлены дополнительные полномочия для содействия и обеспечения общественной безопасности и решения основной проблемы. В течение этого времени они могут вызвать дополнительную полицию, пожарных, ФИМА или даже военных для оказания помощи. И я уверена, что вы все помните, что во время эпидемии правительство использует чрезвычайное положение для изоляции и карантина людей. И в настоящее время правительства штатов имеют право вводить новые правила, которые мы не будем называть законами для решения этой проблемы. Как я уже говорила, НАСА объявила, что планирует запустить три ракеты на высоте 260 миль над землей во время затмения. Эти ракеты называются Апеп Рокетс. Интересно отметить, что Апеп был древнеегипетским богом Хааса, который воплощал тьму и беспорядок, и таким образом был противником света и бог порядка и истины. НАСА стремится собрать данные о том, как внезапное затемнение солнечного света во время затмения влияет на ионосферу, вызывая возмущения, которые могут нарушить связь, говорится в заявлении. Интересно, включает ли это в себя солнечные вспышки. Ракеты будут запущены в три разных момента времени. За 45 минут, да, во время, и через 45 минут после пика местного затмения. Ой, я чуть не забыла. Говорят, что во время затмения появится рогатая комета, известная как двойная комета. По-видимому, эта рогатая комета, эта двойная комета просто парила в небе большую часть марта. Но вы сможете увидеть ее во время солнечного затмения. Аниска. Перевод не просто там рогатая комета, а Horned Devil Comet. Это означает, что рогатая комета дьявола. То есть не просто рогатая комета, а дьявольская комета или дьявол с рогами комета, или рогатая комета дьявола, вот так вот, или рогатая дьявольская комета. Ну, в общем, не просто рога, а с дьяволом связана. Вот так вот. С нетерпением ждем этого. Более того, заявленная миссия Церна заключается в том, чтобы выяснить, из чего состоит Вселенная и как она работает. Если ты помнишь, в 2016 году во внутреннем дворе Церна был проведен целый имитационный ритуал человеческого жертвоприношения. Я ничего не выдумываю. Честно говоря, чем больше я рассказываю в этом видео, тем больше кажется, что я все выдумываю. Но это не так. Они сделали все это еще в 2016 году. Красные мантии, вся эта кутерьма, ясно? В любом случае, Женевский исследовательский комплекс по физике элементарных частиц Церна, естественно, планирует протестировать самый мощный в мире ускоритель элементарных частиц. Во время солнечного затмения 8 апреля, для поиска невидимой материи, которая тайно питает Вселенную. Я просто представляю, как они запускают эту штуку, этот ускоритель элементарных частиц, а их низкоуровневые сотрудники просто танцуют вверх в туннеле Гатарт, чтобы порадовать Лизу и ее память. Так же, как ЦЕРН, Всемирный экономический форум, также расположенный в Женеве, на их логотипе также изображена цифра. Ребятки, если вы в курсе, то есть те, кто увлекается конспирологией, вы знаете, что вот это вот шестерка, то есть это вот не девяточка, это вот шестерка, вот так перевернутая, потом вторая шестерка вот здесь, и третья шестерка вот здесь, то есть три шестерки, это шесть, вот раз, у них два, и три, три шестерки, это у ЦЕРНа, и вот World Economic Forum, у них вот такой логотип, то есть тоже здесь вот шесть, 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 да, получается. В общем, ну, давно уже конспирологи обнаружили эти шестерки здесь. В ФИПРО 666, потому что, конечно же, это делает. Но логотип ВЭФ – это затмение, что тоже довольно интересно. Если это твое первое видео на этом канале, то ВЭФ – это, по сути, план нового мирового порядка, который они обнародуют каждый год, и которым хвастаются вживи в капсуле и ешь своих жуков. О, никакого акцента, отличная перезагрузка и все такое прочее. У тебя получилось. Ты в курсе дела. Так вот, некоторые из вас спрашивают меня, что произойдет во время затмения. Я, скорее всего, ничего не скажу. Пока мы все смотрим в ту сторону, что происходит в другом направлении. Это вызвало ажиотаж в два раза больше, чем ожидалось. Это большой успех. Так что либо ничего, либо это просто кучка оккультистов под прикрытием рекламных агентств, вызывающих демонов. Они пытаются делать это каждую неделю, так что ничего страшного. Это либо отправная точка, либо способ контроля с помощью страха, либо вообще ничего. И мы просто махнем рукой в ответ на пролетающий мимо двойной комментарий. Хорошо. Что ты об этом думаешь? Дай мне знать. Я всегда с нетерпением жду возможности прочитать твои комментарии. Большое тебе спасибо за... Так, ну вы поняли, да? То есть, как бы, поскольку столько много шума, то мнение автора, что ничего не произойдет. Но то, что они, как бы, отправляют туда правительственные войска, национальную гвардию, и просят всех запастись питанием, и школы отменяют, то, как бы, это были на политическую тему, на политическую ситуацию, которая уже будет в другом видео, там, где будет Алекс Джонс, разговаривать с Селоном Маском. Вот, если вам интересна такая тема, и, как бы, я просто, ну, все время в курсе жизни в США, особенно все, что с Техасом связано, тем более мою дачу уже арендовали заранее. Я, как бы, и узнала про это солнечное затмение еще в прошлом году, летом, когда люди забронировали. И мы так удивились. Я говорю, вы серьезно? Сейчас, как бы, июль или, там, август, вы уже бронируете на следующий год, на апрель? Что за проблема? Они говорят, ну, будет же затмение. То есть, мы забронируем, хотим забронировать заранее. Там просто ажиотаж, на самом деле. Там все будет закрыто, все будет перекрыто. Куча людей туда едет со всей Америки, именно вот в эти места. Даллас будет заполнена, Клахома будет заполнена. Вот, говорю, когда моя дочка видео сделает, она там купила какую-то специальную видеокамеру, которая именно снимает вот такие солнечные объекты специальными фильтрами. Так что у нас, ребята, будет просто там картинка, суперкартинка, последняя, самая свежая, с места событий. Вот, я это все выложу на канале. Вот, ну, я надеюсь, что ничего там не случится, на самом деле. Ну, как бы, такая паника, что, честно говоря, немножечко, как бы, нервирует. Я, конечно, переживаю, потому что мои дети там. Надеюсь, ничего там такого не произойдет. И все это просто, ну, ажиотаж очередной. Вот, оставьте ваши комментарии, что вы думаете. Будет что-нибудь 8 апреля или не будет? Будет конец света в США? Какой-нибудь апокалипсис? Какой-нибудь Армагеддон? Будет ли там, может быть, какие-нибудь извержения там, землетрясения, что-нибудь произойдет? Или ничего не произойдет? И что вы думаете по поводу этой зеленой энергетики? Нормально это вообще вот это целые поля заставить вот этими панелями солнечными, которые первый павшийся град просто нафиг побил совершенно спокойно. Посмотрите, сколько денег вложили, да? И они побитые. То есть, это инвесторы, которые это инвестировали, взяли деньги у банка, да? Инвестировали в эти поля. Теперь, соответственно, надо дать как-то эти деньги банку. Банк опять нажился. А им надо опять брать деньги и кредит, чтобы отремонтировать эти батареи. В общем, полный какой-то звездец, ребятки. Так, все, смотрим следующее видео с Алексом Джонсом. Не забудьте подписаться, поставить лайк и написать ваше комментарие, что вы думаете по поводу этого всего сатанизма. Всех люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok